Всем привет, ребята, с вами Андрей Студа, и я вас приветствую на новой серии по обзору модов в игре Майнкрафт. И в данной серии хотел бы вам предоставить мод, который называется Ocean Expansions. Данный мод добавляет нам некоторые нововведения в океан, а именно новенькие мобы, два новых сета брони, ну и всего лишь одно оружие. Окей, давайте приступим. Первое, из чего я хотел бы начать, ну это, наверное, первый наш сет брони, Mergon Scale и Aquasport. Это единственный меч, который присутствует в данном моде. Давайте я заранее включу Time Set Day, чтобы, если что, нам не помешало потом. Окей, смотрим. Давайте, во-первых, пробежимся быстренько по характеристикам данной брони по сравнению с нашим ванильным видом брони. Например, с Незеритовой. Плюс 5 брони, плюс 3 брони, 9 брони, 8, 7, 6, 4 и 3. То есть, по характеристикам, именно то, что нам добавляет брони, Mergon Skills Leggings, короче, Mergon броня лучше, чем Незеритова и, понятно, девчон, алмазный. Но тут есть некая загвозочка. Во-первых, твердость брони и сопротивление отбрасывания. У Незеритовой брони в этом есть преимущество, так как твердость брони лучше, чем у Mergona, и сопротивление отбрасывания тоже лучше, чем у Mergona. Но я думаю, что это не особо как-то сказывается на игре. С алмазным, как я и сказал, уже, в принципе, Mergona также побеждает. Окей. Но он тут даже делает главное не в характеристиках, а в эффектах, которые добавляет данный вид брони. Во-первых, шлем. Тут даже написано, что добавляет. Так, сейчас покажется. Окей, сейчас показалось. Водное дыхание и ночное зрение. Смотрите, бесконечный. Но у нас тут есть таймер в 3 и 11 секунд. Что он означает? Если мы сейчас снимаем данный шлем, у нас начинает стартовать таймер. И 3 секунды нам дается водного дыхания и 11 ночного зрения. Как только мы обратно надеваем этот Mergona шлем, мы вновь получаем бесконечные эффекты в виде водного дыхания и ночного зрения. Дальше. Нагрудник. Соправки линия 2. По ноже. Скорость. Обычная скорость. И ботиночки нам дают грацию и дельфина. Окей, давайте проверим. Давайте проверим. Вообще тут даже суть, наверное, самая главная. Это в водном дыхании и в грации дельфина. В водном дыхании, ну понятно, вы не будете задыхаться под водой. А в грации дельфина вот какой прикол. Смотрите, давайте я немножко проплыву, чтобы было понятно. Вот с какой скорости я сейчас плыву. Да? А вот с какой скорости я буду плыть без данной грации дельфина. Сейчас пусть пройдет эффект. Так. Оп. Эффекта нет. И давайте теперь проверяем. Эффект совсем другой. Видите? То есть, вы пивете, ну, более медленно, более спокойно. В принципе, как обычный, можно сказать, человек. Но когда мы одеваем ботинки, мы получаем грацию и дельфина. Мы начинаем плыть намного быстрее. Ну, прям заметно быстрее. Это прям тут. Прям очень заметно. Водопадник. Прикольно. Окей, давайте возвращаемся дальше. Но тут самая главная данная суть этой варень. Аквасворд, он, в принципе, ничем не отличается от обычных мечей. Он по урону 7. То есть, это как алмазный меч. Да? Даже, по-моему, он из эритовый получше. Да, плюс 8. Так что, он особо ничего не отличается. Было прикольно, если бы ему добавили какие-то интересные эффекты. Как бы, типа, знаете, водный меч. Ну, было бы что-то прикольно, если бы какой-то был интересный эффект. Может быть, какая-то магия, знаете. Прям было бы неплохо и круто. Вот, теперь все эффекты данные проходят. Так что, я зрение лишь осталось. Окей. Следующий вид брони, это призмариновая броня. Кстати, забыл показать, как же крафтится все это. Окей. Вот, Мергон. Для этого нам понадобится. Два нызеритовых скидка. Аквакристаллы. Аквакристаллы, они выпадают из модов, как-то... Из мобов, извиняюсь, когда вы их убиваете. Мергон Скейлс, это тоже определенный предмет, который выпадает именно только из одного моба, которого зовут Мергон. Следующий. Ну, вот, Нагроник. Одинаковый кристалл. Пять мергонов. И два нызеритовых скидка. Нызеритовые скидки, я думаю, вы знаете, откуда они берутся. Они берутся с помощью нызеритового лома и золотого скидка. Нызеритовый лом, в свою очередь, берется из переклавки древних обломков. Все. Ну, прям очень жесткая броня. Очень достаточно затратная. Прям как нызеритва. Хотя нет, нызеритва даже, наверное, будет немножечко подешевле. Или же нет. Учитывая то, что тут есть Мергон скидлз, они достаточно, ну как, они выпадают из водного моба. Его нужно убивать, в принципе, в океанах. Ну, там, где есть много воды, понятное дело. И они могут быть где-то в губе или еще где-то. То есть, не прям наружу. Окей, следующий. Это, ну, ботин... Точнее, поножим. Один из нызеритового слизка. Четыре Мергона и два аквакристалла. Ботиночки тоже самое. Тут уже без нызеритового слизка. Это классно прям. Тут, кстати, вот. Ботиночки вам дают как раз-таки вот эту Грацию Дельфина. То есть, знаете, если выпить изделие водного дыхания и данные ботиночки один, то, в принципе, водное дыхание, Грация Дельфина, все четко. Два аквакристалла и два Мергона. Окей. Следующий. Призмариновая броня. Сравним ее с... Ну, допустим, тоже из нызеритовой броней. Что тут? 5, 3, 8, 8, 6, 6, 3, 3. То есть, ну, с алмазной тоже самое, в принципе. Чем данная броня отличается от других по характеристикам? Лишь в том, что шлем и ботинки, они на два пункта по броне, к добавлению броня, лучше. Это шлем и ботиночки. Все. А нагрудник с поножами тоже самое. Ну, понятное дело, нызеритовой и алмазной нагрудник, они дают и твердость, а нызеритовую свою очередь еще произдают сопротивление к отбрасыванию, в сумме которой дают 4 грудных. Ну, прикольно. Ну, тут также есть некоторые интересные эффекты. Когда мы одеваем шлем, сейчас может не показаться, это вот показалось, водное дыхание. Следующее. Нагрудник нам ничего не дает, даже если мы вот так выйдем, ничего. Поножи нам также вот, но ничего не дают. И ботиночки нам дают грацию дельфина. То есть, тут некая совместимость. Грация дельфина и водное дыхание. Окей, то есть, вообще, ну, то есть, нагрудник с поножами нам в этот раз ничего не дают, как мергон новая броня. Окей. Смотрим дальше. Так, эту давайте броню мы уберем. И как она крафтится? Да, эффекты немножко будут намешать. Ладно. Крафтится она достаточно очень, конечно, не знаю, как по мне, глупая. Да, но не знаю, не знаю. Вот как она крафтится. В принципе, койф вы узнаете, но вы, наверное, не знаете, откуда берется вот этот призмариновый слиток. Призмариновый слиток нам нужны осколки призмарина. Осколки призмарина, понятное дело, из призмарина, из обычного призмарина, да? И четыре железные слитка. Это окей. Но мы получаем данный призмариновый слиток, но для того, чтобы нам сделать призмариновый, допустим, шлем, нам нужен койф. То есть, чтобы сделать полный сет призмариновой брони, нам нужен полный сет кольчужной брони. Это достаточно, ну не знаю, глупо. Почему именно так сделали? Ну не знаю. Во-первых, кольчужную броню, ну фиг ты ее скрафтишь. Это факт. Ее, ну, на данный момент ее вообще невозможно нигде скрафтить. Ну, не знаю, может где-то кусок кольчуги можно, да, практически. Есть такая штучка, как кусок кольчуги? Мне же интересно. Кусок кольчуги. Нет такого даже. Это раньше было кусок кольчужи, его можно было с огня скрафтить. А сейчас этого уже нет. Это было, по-моему, в версиях 1.0. Это все. То есть, уже нет такого. То есть, по факту, кольчужную броню на данный момент вы можете где-либо, наверное, купить у деревенских жителей. Или, может быть, с каким-то либо шансом найти в заброшенных шахтах, в каких-то пустынях, ну, пустынных храмах или еще где-то. Все. Больше вы никак не сможете на данный момент в новых версиях скрафтить кольчужную броню. Все. В принципе, с данным видом брони разобрались. Ставим за Дэй. И я сейчас вам просто покажу 4 блока новых, которые добавились. Они ничем не особо. Просто, знаете, как декорация, наверное. Первый из которых, это у нас чизель призмарин. Это, по-моему, точенный призмарин. Он делается из, во-первых, вам нужна резка камня и обычный просто призмарин. И вы вставляете, и у вас получается данный точенный призмарин. Окей, дальше. Следующий, это у нас спиральный призмарин. Спиральный призмарин, опять же, такие резка камня и обычный призмарин. Дальше, призмарин пилар. Это колонный призмарин, насколько я понимаю. Призмарин, резка камня. Окей. Гладкий призмарин тут уже немножечко есть Ну хоть какое-то разнообразие Вы можете взять 4 призмарина и вы получите гладкий призмарин Или же наоборот Что кстати намного дешевле Вы берете резку камня Призмарин засуете и получаете гладкий призмарин Дешевле, но в принципе без разницы Тут же еще прикол надо скрафтить Блин, где оно? Оно скрылось? Тут еще прикол же надо скрафтить резку камня А ну, железный слиток, камень в принципе Булочник засуете в печь Вы получаете камни, все, железный слиток Это изи, железная руда В переплавке исключить Ну, типа изи, изи, изи Ну, это просто как декор, все, это как декор Вот эти два блока, это прям реально декор Потому что это колодная, это спираль, это интересно, прикольно Так, если что, это мобы, сейчас мы к ним вернемся Дальше, смотрите Призмариновый слиток я бы показал Мергон Скейлс Это то, что падает из моба, которого зовут Мергон Мы с вами сейчас к нему вернемся Аквакристаллы, они также падают из мобов Не могу сказать из всех или нет Лично у меня они падали из таких мобов Как, по-моему, Зункин Голем Мергон, кстати, тот же самый И, по-моему, по-моему Нет, Оушен Спайдер Нет, Зункин, Зункин Спаун И Дронет Вариор, по-моему По-моему, и Водный Маг падал даже с него Дальше, Призмарин Рот Эта штука, она также попадает из мобов Она используется для крафта Водного Меча Для этого нужно также два кристалла И Призмарин Рот То есть, это, в принципе, какая-то Призмаринная палочка Изначально я думал, что, может быть, тут какой-то Интересный эффект будет Какой-то 20 Но нет, по факту Но ничего Ничего вообще Вот вообще Хоть как нажимайте, вы ничего особо не получите Окей, дальше Так, ага Это у меня специально броня подготовлена с оружием Если я не справлюсь с мобами С данными видами брони Окей, Азул Келп Драйт, Азул Сиграс Это как можно просто водные растения Давайте я даже покажу вам Водные растения просто Вот такие Вот, они, кстати Ну, нет, это другие А это вот такие водные растения В принципе, водные растения Вот и все просто Прикольно Особенно ничего в этом нет Дальше Драйт Азул Келп Я не помню, что тут можно есть А что тут нельзя есть Сейчас, давайте возьмем Протестим Я просто не помню Может, по-моему, что там Да, кстати Тут только вы на суше Ну, Азул Келп О, Ленди, Ленди Какой бесконечный спауэр Ставите один И получаете уже Ну, так же один Типа, оп Прикольно Смотрите Что можно есть Драйт Азул Келп Добавляется водное дыхание Вот эта штучка Эта штучка Если не ошибаюсь Она приготовляется Из вот этого Азул Келп Так Ну, или копчение Или плавка То есть, разница будет 5 секунд Между ними Окей, дальше Оушен Спайдер Ай Глаз океанического паука Вот Оушен Спайдер Из него выпадает данный глаз И эффект дается Вот такие эффекты Утомление 3 Отравление 2 И тошнота И все Это получается На сколько там На 13 или 14 секунд Да? Ну, вот А будет у нас калашмати Туда-сюда Туда-сюда Окей, дальше Зонген Туник Это, если честно Я даже не понял вообще Что это такое С чем его вообще едят Но, типа Оно просто выпадает Оно выпадает Из вот этого моба Зунгена И вот Это, типа Как Какой-то нагрудник Да? Блин Как Не знаю Какая-то потрёбанная Не знаю Что даже Как это назвать Что-то потрёбанное Просто и всё Ну Не знаю Смысла особо в этом нет Был прикольный себе Какой-то эффект Может быть добавлялся Да? Ну и что-то такое Да? Окей Так Вот так Пойдём Окей Так Все эффекты есть Теперь Теперь самое главное Мы Берём Все Моба По-моему тут Одного моба не хватает Но, вроде Зунген Себа-другой Ну если что Посмотрим Что-то Я сам скажу Я просто тестил Уже этих мобов Смотрел на них Я вам скажу Ага Извиняюсь Сложность мирная стоит Вот Лёгкая Поставим Сейчас они все понятны И кстати Прикол в том Что они под солнцем Не горят Это очень интересно Это очень круто Это вот Просто обычный Можно сказать Скелет утопец Синими глазами Очень прикольно выглядит Окей Дальше Sea Butterfly Ну это водная Просто бабочка Ничего особенного Просто Ноль Ноль особенностей Дальше Океанический Паук Вот такой Океанический Паук Кстати Красивый Прикольный Давайте Я вас всех В воду столкну Потом если что К вам придут драться Давай Давай Ты тоже Иди Давай уже Уди Ходи Drowned Warrior Это кстати Очень интересный Человечек Вот Он имеет Два алмазных меча Когда я тестировал Данных мобов И просто с ними Сражался Даже нет Не сражался А просто их убивал Чтобы посмотреть Что из них дропается Из этого молодого Человека Мне выпало Два алмазных меча Одновременно Но при этом У них прочности Оставалось Ну не знаю Ну может быть Процентов 10-15 От 100% Ну если брать так Но в принципе Если их сложить вместе То есть В инвентаре Ну вы поняли Чтобы подчинить предмет Быстренько Именно в инвентаре То в принципе Там наверное получится На половину На 50% Или даже на 60% Прочности Может быть Я не могу Ну не буду сильно утверждать Что там было Или 15 Или допустим 10% Прочности от 100 Может быть там 20-30 Я уже не помню Остается фактом Что выпало Именно Два алмазных меча С него Дальше Пейл Дронет Это просто обычный Зомби И все Просто обычный Утопис какой-то Бледный утопис Пейл это вообще Бледный Ну а типа Дрон это фиг знает Что это Мергон Вот Это тот моб Из которого выпадает Вот этот Мергон Скейлс Да И себя кстати Тоже выпадает Аквакристалл Все давай Зункин голем Это живучий гад Это живучий голем У которого Как вы можете заметить На груди Сердце моря Вот сердце моря Из него кстати Выпадает Сердце моря Это предмет Если что Все давай Топай А забейте Это очень Короче Психоненормальный Голем Кстати я когда Прочитал Зункин голем Я думал Сейчас будет Ну реально Как голем Допустим Железный Но он выйдет Какой-то водный Какой-то интересный Может какой-то хранитель А тут обычный Какой-то пацанчик Окей Симак Вот водный маг Из которого Наверное падают Трезубец Мне не выпал Трезубец Но Трезубец падает Вот такой прикольный С водорослей на башке Так Иди отсюда Я знаю Я знаю Кого мы еще с вами Не Я вам не показал Потому что я его Почему-то не положил сюда У нас был Дромнет вариор Вот Дромрот найт Зункин голем Был Мергон был Был Дарк Дарк Не помню Дарк был Был Нет Дарк небо Вот такой Темный Кстати Где у него лицо Вот лицо Блин Они круто проработаны Мне нравится Синий Вот это их оттенок Очень крутой Ну и Дронэт найт Вот такой Прям крутой Блин И кстати Я думаю Я больше чем уверен Что из него Возможно Что выпадет Аква Вот этот меч Но кстати Данной брони Нет Было прикольно Если бы данную броню Добавили Вот это было бы Очень круто Все давай Шуру отсюда Окей Всех показал Ну что ж Ну я думаю Настало время Чтобы наверное С ними подраться Для этого Давайте Тайм Сет Найт Просто так Чтобы его Прикольнее даже Дальше Гами моди Survival Вот На меня уже начинают Некоторые агрессивные люди Смотреть Ну кстати Я когда тестировал Данных мобов Знаете Меня удивило то Что они Вот Вот они какие-то странные Я вам сейчас даже покажу Что я имею ввиду Тут у меня есть запас Некоторый Тут есть щит Давайте возьмем Его просто так Сейчас я вам покажу В чем Вот этот Их такой прикол Вот смотрите А не нифига Сейчас уже не так Смотрите При тестировке уже При тестировке Вообще было все по-другому А ну Будет такое Вот Было вот так как-то Вот Вот я просто к нему подходил А он просто стоял Он особо меня не бил То есть как-то вот так было Не было особо какого-то Что он прям на меня шел Допустим Начинал бить Ну то есть как-то было все вот так Ну что Давайте с ними Со всеми Сразимся Так Этот самый Нет Самый тут живучий Это голем Это факт Самый живучий Это голем Так И кстати Можно даже наблюдать Что из них выпадает Что-что-что Из тебя выпадут Паучьи глаза Окей Так Ты давай Во смотрите Они друг с другом верутся Но тот одержал вверх Нет Маг 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 Повержен Так А ты типа Что крутой Тут еще Себя попадает Два призмарина Окей Ой-ой-ой Можно мне как-то Опуститься на землю Чтобы я с вами дрался Как-то так Во Вот это самый живучий Вот этот голем Ой-ой-ой Опа А ну-ка Ударишь Оп Текс 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 Вот он самый живучий Он тут зараза Самый такой живучий Так Что из тебя Квости Еще какая-то штучка Которая используется Вместе с крафтом Сердцем моря Для чего-то Для чего-то Для светильника Вроде бы В море Вот он самый живучий Самый живучий Гаг Смотрите Это просто жесть Вот Вот этот прикол Он тупо стоит И ничего не делает Вот это было Про тестировки И Он долго стоял Я к нему прям Плотную подходил Он только тогда Начал бить И при этом Он даже особо Не двигался Сейчас они Видимо уже Как-то привыкли Не знаю Из-за чего Это вообще Но теперь они Как-то начинают Даже На меня больше нападать Слушай Блин Я не знаю Что на тебя кинуть Чтобы ты Чтобы ты был Не таким живучим И с ним Особо ничего не было Круто Это прикольно Это очень круто Кстати Корабль Корабль В общем-то Тут есть еще Ребята С которыми Я не подрался Во-первых С водным магом Во-вторых Вы какого черта Ух ты Да Вы самые бесящие Меня Нет Я со всеми Получается Подрался Да Нет Я знаю С кем я не подрался Это сто процентов Я знаю Я знаю С кем я не подрался Я не подрался С челом У которого Два Алмаза Вот этот парень Во Вот так было Он в тупо стоит Он даже не двигается Вот Вот этот прикол У меня Бесил очень сильно В тестировке Когда я тестировал Мотки Я думал Вообще Даже его не обозревать Ну Было что-то Не знаю Может его надо В воду Стал Может быть Какой-то тут Более энергичный Вот кстати В воде Они реально Какие-то Более энергичные Выпадут Два алмаза Меча Как мне Выпало Нет Не выпало Окей Так А вы что тут Обычные О Четко Это очень круто Я не знал этого Получается Обычный зомби Может превратиться В такого Водного зомби Это очень прикольно Хорошо А Скелет Скелет Получается Тоже может превратиться В водного скелета Очень круто Так Кто еще тут есть С кем я не подрался Это 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 Зунгин голем Был Угу Вот этот Тиктиктиктиктика Вот Водный маг Водный маг С ним я еще не подрался Пошли Пошли с тобой драться Покажи мне И Блин Ну реально Было бы прикольно Если бы разработчик Данного мода Магу добавил бы Ну вот серьезно Какие-то магические способности У него есть трезубец Может быть он какую-то штучку Создал В Haha Какую-то Знать Миний тарана Миний цунами Было бы прикольно Аквакристаллы не выпали Поэтому вам показать особо нечего Да, но аквакристаллы падают И сто процентов, вот, вот Аквакристалл падал, вот аквакристалл выпал Из кого-то, а не падают, это факт Это я проверял сам Но мне, кстати, очень понравилось То, что обычный зомби может превратиться в одно зомби И, наверное, то же самое Происходит и с скелетом Это очень прикольно, это очень круто Лядя, сколько у меня тут по эффектам Очень круто Ну что, ребята, в принципе, на этом можно завершать наш видеоролик Давайте снимем щит, потому что он как-то вообще не смотрится Да Если что, ссылочка на данный мод, как и всегда, будет в описании Ocean Expansion, да В принципе, мод понравился, прикольный Что-то новое добавил в океан Но он был прикольный, если бы даже, наверное, добавил бы какие-то интересные Ну, хотя бы немножечко Каких-то видов генерации В океан Каких-то, может быть, подземелья Хотя подземелья, это прям уже огромный мод, наверное, будет Но все равно, спасибо разработчику за данный мод Что ж, а вам спасибо за просмотр С вами был Андрей Сквай, ребята До новых встреч Пока-пока Если что, прохождение карты, может быть, выйдет вскоре Если я никуда вновь не уеду так надолго Ну, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok